Всем привет, друзья! С вами Рафаэль Анриэл. Это, друзья, самоходный магнитный двигатель, сделанный из фанеры и магнитов. Кто бы мог подумать, что простейшая вещь нарушает законы физики. В этом видео вы поймёте, как построить подобный магнитный двигатель, а также узнаете максимально все подробности об этой установке. Также не забывайте делиться этим видео и распространять как можно больше. Ну что, поехали! Ну что, друзья, сегодня мы посмотрим самоходный магнитный двигатель. Также, друзья, ссылку на магниты тоже оставлю в описании. Так что смотрите, покупайте и будем вместе экспериментировать. Также я тоже скоро сделаю 3D-модель, и мы проверим, действительно ли эта модель работоспособна. Ссылка в описании. Итак, друзья, на самом деле всё очень просто и интересно. Обычный магнитный двигатель. То есть, в данном видео человек рассказывает и показывает, как устроен его самоходный магнитный двигатель. Замечу вас, друзья, это не очередной какой-то фейк. Вы просто посмотрите, насколько эта модель проста. Здесь нет каких-то батареечек, моторчиков. Здесь элементарно тени-толкай сделано. Тени-толкай. Просто. То есть, магнит он поворачивается, то переворачивается за счёт того, что вот эти кольцевые магниты постоянно проезжают. В общем, давайте посмотрим видео более подробно, и я постараюсь для вас всё это дело перевести. Ну что, друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Мы начинаем. Я построил магнитный двигатель, у которого достаточно энергии, чтобы двигаться. О свободной энергии не может быть и речи. Ещё неизвестно, действительно ли это колесо вращается вечно. Однако мы не можем ждать вечно. Поэтому вот фильм. Двигатель вращается за счёт магнетизма между четырьмя большими магнитами на колесе и небольшой слабый магнит. Смотрите стрелку. Каждый раз, когда один из больших магнитов проходит мимо малого магнита, маленький магнит поворачивается на 90 градусов, так что первоначальное притяжение меняется на отталкивание. После этого маленький магнит возвращается в исходное положение. Сзади вы видите вращение магнитного вала на 90 градусов. Ход ограничен двумя резиновыми прокладками. Смотрите стрелку. Смотрите стрелку. Смотрите стрелку. Продолжение следует... Продолжение следует... Почему получить бесплатную энергию от этой конструкции кажется невозможным? Конструкция может выглядеть простой, но это результат долгого пути оптимизации. Лучшие шарикоподшипники, бронзовые подшипники для магнитного вала, колесо идеально сбалансировано с грузами на спицах. Маленький магнит намеренно ослаблен нагревом. Когда я делаю маленький магнит сильнее или слабее, двигатель больше не работает. Мой вывод, если вы хотите получить бесплатную энергию, лучше использовать солнечную батарею. Но об этом явно стоит задуматься. Продолжение следует... 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 Вместе с тем, где я пойду лежу по hem близости, в этом направлении до тех пор, в этом направлении достаточно существенно. Вместе с тем, где я уже distance, в этом направлении до тех пор, в этом направлении до тех пор. Note, there's two places where the field is relatively weak, that is here in this little circle and here. There. Now we turn the magnet vertically. Here is the dead spot. Here is the little magnet. The little magnet goes exactly on the dead spot. And there is an attraction between the south pole and the north pole of the little magnet. Now the magnet turns 90 degrees. And there is repulsion here, between here and here. Now the last slide. It took me hours to make this. You see the big magnet passes the small magnet. And exactly on the spot, on the dead spot, it turns. And it can turn because of the relatively weak field on that place. So, we go back to the... To our machine. And I do it in slow motion. The magnet passes. And it turns. And the small magnet falls back for the next action. So, there it goes again. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Продолжение следует... 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 что маленькие какие-то вещи действительно могут работать. Все, пока-пока.